Доброго времени суток всем моим подписчикам. Тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будем вместе с вами обозревать посылочки и товары из Китая. Для начала хотел бы поблагодарить всех, кто подписался на мой канал. Уже нас почти 100 человек. Поэтому подписывайтесь. Чем больше будет людей, тем больше, я думаю, будет товара, тем больше будет интересных каких-то вещей для вас из Китая. На днях, ну как на днях, недельку назад где-то на Алиэкспрессе, прошли ГАГА-сделки, наверное, вы в курсе. Были большие распродажи, скидки. Ну, честно вам скажу, иногда на тех распродажах, на самом деле, продают товар даже дороже, чем можно найти без распродаж и всяких скидок. Но я нашел товарчик вот такой небольшой, подешевле. Я бы его не заказал, если бы не эти распродажи. Потому что без распродаж он стоит дороже. Вот, и в принципе, прям не особо нужный такой товар. Это нож-кредитная карта и ножик-открывалка. Ну, или как универсальный ножичек. Он такой многофункциональный. Вот, все вы, наверное, его видели, уже слышали. Вот, и вот на ГАГА-сделках он были в комплекте. Эти два ножа по что-то 3 доллара за оба ножичка. Вот такая вот обычная посылка, обычный конверт из пупырки. И все, внутри еще замотано несколько слоев скотча и в пупырку. Вот так вот замотали, абы как, абы отправить. В общем, если бы не эти распродажи, получается, один ножичек один доллар стоит. А так они отдельно стоят что-то в районе 2 доллара каждый. Вот такой вот конвертик из какой-то резины. В нем лежит вот этот универсальный нож. Открывалка, пилка, в общем, посмотрим. И нож-кредитная карта. Вот он уже весь такой гнется, ломается. О, и еще даже компас положили. Вот такой массивенький компас, который, наверное, даже не знает, где север. Ну, вот такой вот ножичек. Что, приятно, наверное, подарок какой-то. Вот, видите, распродажи. Сэкономил пару долларов. И еще плюс компас получил в подарок. Ну, его куда-то можно приклеить. Он такой вообще потеряется, короче. Так, ножичек. Тут такой кусок стали. Вот. Тут есть описание на всем понятном китайском, очень популярном в мире языке, потому что их аж полтора миллиарда людей. То есть, это самый популярный, наверное, язык в мире. Вот. Ну, я думаю, тут и так понятно, что это под гаечки. Вот это прорезь, наверное, так и называется. Инструмент-прорезь. Самый функционал, какой тут, наверное, есть, в принципе, это открывалка. Вот. Есть небольшая такая пилочка, ножик. Самое главное, я вот нашел русскоязычное описание. Это вот отверстие для того, чтобы одеть на ключи. Вот. То есть, это тоже считается одной из функций. Как бы такой бред немножко. Вот. И чисто случайно я нашел у себя брусок, в который вот так вот кто-то вкрутил и оставил болт. С гаечкой. Вот. И мне чисто интересно, подойдет ли туда хоть один... Ага. Не подойдет. Вот. Почему? Потому что здесь как бы выступает. И поэтому... Не всегда спасет вас эта штука. Можете максимум, чтобы попытаться попилять. И то, в принципе... Ну, пиляет. Но, я думаю, чтобы перепилить такой брус, вам понадобится очень много времени. Вы за это время успеете дождаться очередную посылку с пилой из Китая. Вот. Но тут есть плоская отвертка. Вот. И, к счастью, этот болт тоже сделан под отвертку. Вот. И мы можем... А, не можем. Почему? Потому что гаечку надо придерживать. Вот. Если придерживать ее хотя бы пальцем, что, в принципе, не совсем удобно, можно попытаться выкрутить этот болт, короче. В общем, вот такие вот, ребята, пироги. Ну, что все-таки интересно... А нельзя ли просто обычный нож, если тут под плоскую отвертку вставить и вкручивать? В общем, вот такой вот нож. Все почему-то, когда заказывают, кричат, вау, класс, круто, опять сантиметров линейка. Блин, комнату мерить будете до завтра. Вот. И нож, кредитная карта. Так. Ну, этот хоть пакетики еще дополнительные. Все тоже кричат, что оригинал это там в огромной большой коробке, картоновой, за которую вы доплачиваете еще пару долларов. В общем, как-то вот здесь вот замочек проворачивается, выгибается вот это лезвие. Эти, как бы, без инструкции можно это все собрать. Вот так вот как-то он... А, я извиняюсь, первый раз собираю такое чудо. Так. Итак, у нас суровый опасный нож, который, в принципе, неудобно, особо неудобно держать в руке. Ну, защелкнулся все так плотненько. Наверное, потому что пластмасса еще все новая, не расхожена. Ну, сказать, что он острый, ну, ребят, ну... Вот. Как бы... Ну... Ну, что, посылочек пару штук можно им вскрыть. Вот. Тут вот видно, что точилось это все по-быстренькому. Здесь узенько заточено, здесь шире. Я не знаю, как правильно, я как бы в заточках ножей не разбираюсь, но вот эта полоса с этой стороны тут наоборот шире тут сужается. То есть, точили вот так эти кусочки металла, нарисали, наверное, по-быстрому. Вот. И обратно все вот так вот раз-раз. И проворнули замочек, сложили. Вот. Вот так вот оно, если что, телепается. Вот. Сейчас самое главное, это ножи кредитные карты. Они должны помещаться, по идее, в... О, можно вот так собрать его, вообще будет какой-то... Что попало будет. Вот. Тоже удобно. Это же их позиционируют, как ножики кредитки. Можно положить в кошелек, можно носить всегда с собой. В общем, сейчас найду какой-нибудь кошелечек и вам покажу, помещается ли это все влазит. И как оно отличается по размерам от кредитной карты. Итак, я вернулся, нашел кошелечек, кредиточки, я не знаю, куда я их бросил после оплаты покупок. Наверное, деньги закончились, психанул, выкинул. Есть визитная карта. Напомню, что визитные карточки, они по длине такие же, как кредитные, а по ширине уже буквально, ну, где-то на сантиметр. Итак, возьмем наш чудо-нож. Видите, даже замочек уже сам по себе провернулся. Вот. И сравним. Ну, да, вот. Приблизительно на полсантиметра она уже. Ножик, точнее, шире получается, а визитка уже. Вот. Но зато визитка длиннее. Ну, а это совсем маленькая штука, получается, она меньше, чем визитная карта. Вот. Ну что, попробуем положить это в кошелек. Итак, ножик ложится нормально в кошелечек. Единственное, что он получается, совсем маленький. Вот эти зубцы очень легко, так знаете, цепляются за ткань кошелька. Попробуем положить его в его чехол. То есть, смотри, какое, а? И засунуть теперь в кошелек. Вот так вот. Вот. И он больше, удобнее доставать. Кстати, тут тоже есть ножичек. Мне интересно посмотреть, насколько этот нож острый. Можно ли его применить, ребята. Ну, это не нож, это вообще черти что. Зато здесь есть две открывалки. Одна вроде как для консерв, вторая для пива. Вот. Классная штука, пригодится консервы открывать. На пикнике. А вы еще подумали, пиво? Вот. Я не пью. И вам не советую. И вторая кредитная карта. Вот. Попробуем засунуть его в кармашек. Ага. Ребятки. Это должен быть какой-то крутой кошелек, я вам хочу сказать. За счет того, что оно все гнется. Мнется. То есть, сам нож. Его можно засунуть, но не так прям легко туда пропихнете. То есть, видите, и то не в каждый кармашек, походу. Вот. То есть, в принципе, он влазит. Вот. Но не так уж это прям удобно. За счет того, что вот это все гнется, изгибается. Интересно, как долго и как часто это можно гнуть и изгибать. Когда уже этот шов, когда, знаете, пластмассу на излом берешь, уже побелел. То есть, в принципе, уже перегнули. Так что, возможно, уже в скором времени оно все отлопнет. Отщелкнется. Вот. Ну и также интересно, как часто можно здесь тоже его гнуть, отгибать этот нож. Потому что он тоже уже немного побелел. Здесь пластик. То есть, тоже тоненький совсем. Да и вообще, походу, его можно оторвать. В общем, вот такие вот побрякушки, ребята. Кто видел и кто там думает, что это что-то крутое, прям сверхъестественное. Ничего особенного в этом нету. Лучше купите за 5-6 долларов нормальный перочинный ножик. И носите его с собой в кармане. Или просто бросьте в сумку, если вам прям нужен с собой нож носить. Потому что пока вы достанете кошелек, найдете в сумке. А девушки так и подавно будут искать, наверное, до вечера. Без обид, девчонки. Просто в вашей сумке это темные дыры. И, в общем, пока вы найдете кошелек, чтобы оттуда достать нож для защиты или для порезки чего-либо, то пройдет очень много времени. И компас. Ну, компас, в принципе, на двухстороннем скотче. Можно куда-то прилепить. Хотя, знаете, вроде показывает постоянно в одну и ту же сторону. А ну так, помашаем, помахаем, потрусим. И, знаете, опять показывает. Вроде как на север. Оп-оп. Оп, разворачивается. Ну, вроде компас рабочий. Ну, по крайней мере, показывает в одну и ту же сторону постоянно. Единственное, что смущает, что там внутри жидкость. Вот. И то, что он из двух половинок. Я думаю, что если его раскрыть, вот жидкость вытечет и компас работать не будет. В общем, вот такая вот посылочка у нас. Вот. За два доллара мы получили с вами, ребята, два ножа. Вот. То есть, если вот такие вот какие-то крутые предложения вам поступают. Что за два доллара вы покупаете два ножа, а не один за два доллара. То, в принципе, можете взять, если вам интересно, что это. А так, на самом деле, ну, этот нож, мне кажется, можно использовать только в качестве открывалок. Открывалку можно купить какую-то более удобную, более крутую. Потому что вот эти зубцы, то есть, когда вы возьмете открывать пиво, не дай бог, поранитесь. Или там будете открывать консервы, об эти зубцы можете порезаться. Хотя они настолько тупые. В принципе, приблизительно у вас это не получится. Вот. Этот нож, ну, тоже, насколько вот он функционален, что им можно нарезать, я даже не могу сказать. Ножи вроде как тестируют на остроту при помощи бумаги. Сейчас мы тоже возьмем листик бумаги и попробуем порезать. Ну, то есть, ребят, в принципе, режет. Режет. Пока острый, режет. Потом со временем он, наверное, станет тупой. Не знаю, возможно ли эту сталь точить, что это вообще такое. В общем, вот такие вот многофункциональные, скажем так, ножи. И нож, кредитная карта. Если вам интересно, ссылочку на продавца я дам. Он и дальше продает это по две штуки комплектами. Компас, походу, дает в подарок. Вот. Который можно, наверное, вот сюда прилепить. Вот. То есть, это нож, и если его позиционировать как нож для выживания, вы не выживете. Вот, если у вас не будет нормального ножа. Потому что этот нож тоже, вот даже в руке, знаете, ну, не совсем удобный. Как бы вы не ощущаете тот нож, и резать вам будет неудобно. Вот такие вот, в общем, посылочки сегодня. Оставайтесь со мной. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. До новых встреч.